Здравствуйте, дорогие друзья! 11 ноября отмечается день оригами. Именно этой технике посвящен сегодняшний мастер-класс, но он будет необычный. Вы научитесь рассказывать сказку в технике оригами. Эта сказка посвящена предстоящему Новому году и называется «Братья-месяцы». Ее мы будем выполнять из листа бумаги квадратной формы. Итак, приступим. Жили-были 12 месяцев. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Однажды братьям-месяцам пришло письмо из Лапландии от самого Деда Мороза. И братья решили, что это письмо должен открыть и прочитать самый старший брат, декабрь. Ведь именно у него была вот такая медаль за встречу Нового года. Открыл это письмо декабрь и читает. Оказывается, Дед Мороз сильно заболел, у него простуда, и он не может приехать к братьям-месяцам в гости. А ведь именно он привозит волшебный эликсир, благодаря которому месяцы из старого превращаются в новый. Подумали братья и решили ехать прямо в Лапландию, помочь Деду Морозу и взять у него волшебный эликсир. Сели они вот на такой теплоход и поплыли. Теплоход большой с двумя трубами. Чтобы не замерзнуть в Лапландии, взяли они с собой теплые валенки, а также теплые штаны. А также наши братья были очень хитрые, и с собой они взяли волшебную райскую птичку. Эта птичка умела красиво петь, и от ее пения люди выздоравливали от самой тяжелой болезни. И вот подплывают они к берегам Лапландии, а птичка у них запела чудесным голосом. И увидели они, как навстречу им бежит сам Дед Мороз, веселый и здоровый. Подплыли они к берегу, высадились, и Дед Мороз их встречает. Дед Мороз их встречает вот в таком теплом свитере. Также Дед Мороз сразу же заварил эликсир волшебный вот в своем чайничке и начал угощать дорогих гостей. Для этого он усадил братьев Месяцев вот за такой красивый стол, накрытый скатертью. Посадил вот в такие красивые кресла. Братья расположились удобно, чай попили и рассказали Деду Морозу о том, как провели предыдущий год. Пришло время отправляться обратно домой. И братья все вместе сели вот в такую вот лодочку с парусом. Но в эту лодочку все подарки Деда Мороза не влезли, не помещаются. И тогда они пересели вот на такой катамаран, в котором хватило места и братьям, и подаркам. Сели они в катамаран и поплыли по морю. Море разбушевалось. Вдруг появилась большущая волна, которая накатывала на их катамаран. Но тут им помог Дед Мороз. Он начал уговаривать эту волну, а она успокаивается, успокаивается, успокаивается. И совсем стихла волна. Дальше поплыли братья. Плывут себе, плывут на кораблике. И опять разбушевалось море. Опять появилась большая волна. Ну и с этой волной Дед Мороз справился. Он уговорил ее, и она очень быстро прекратилась. Таким образом, все сундуки, в которых были подарки, сохранились на их корабле. А братья успешно приплыли домой. Тут и сказке конец. А кто слушал, денежки платите. Итак, вы послушали сказку. А теперь научимся выполнять ее из листка бумаги. Для этого нам необходимо сделать квадрат. Для этого загнем листок формата А4. Вот таким образом, по диагонали. И отрежем лишнее. Таким образом, мы получили квадрат. Теперь этот квадрат необходимо сложить по другой диагонали. После этого каждый уголок нашего квадрата сложить к центру. Один уголок. Это он, мы говорим, жил, был месяц январь, февраль, март и апрель. Называем каждый месяц, когда сгибаем каждый уголочек. Затем нашу фигуру необходимо перевернуть. И с этой стороны точно так же загнуть каждый уголок к центру. Когда загибаем, мы называем следующие месяцы. Май, июнь, июль и август. Загнули. И еще раз переворачиваем. И точно таким же образом складываем уголочки к центру. И продолжаем называть месяцы. Сентябрь. Октябрь, ноябрь и декабрь. Таким образом мы сложили в маленький такой квадрат. Это, можно сказать, письмо, которое пришло от Деда Мороза братьям. Затем необходимо перевернуть нашу фигуру. И одну часть вот так изнутри достать, наверх вытянуть и прогладить. Таким образом у нас получается орден, которым был награжден старший брат в декабрь. Рассказываем о том, что письмо пришло и что было в письме. После этого мы должны сделать кораблик. Для этого точно таким же образом мы вытаскиваем противоположную сторону. Это две трубы нашего корабля. Дальше мы боковые части, вот эту и эту часть, вот боковушки, их просто вот так вытаскиваем наружу, а саму работу складываем пополам. Таким образом у нас получился такой кораблик. И теперь из кораблика мы делаем обувь. Для этого вот эти края загибаем внутрь и складываем пополам. Таким образом у нас получилась теплая обувь. Затем делаем штаны. Для этого опять расправляем. Берем за уголки вот таким образом и вытаскиваем, выгибая в обратную сторону. Вот так вот выгнули и опять складываем пополам. У нас получились штаны. Затем эту фигуру переворачиваем и загибаем один уголок вот таким образом. Это у нас получается райская птичка. Рассказываем про птичку, какие она чудеса творит. Затем мы показываем, во что одет Дед Мороз. Переворачиваем вот так. И вот эту часть вперед и вниз опускаем. У нас получился вот такой свитер с рукавами. Затем, чтобы получился чайник, в котором заваривал эликсир, мы поднимаем вот эту часть наверх. Таким образом у нас получается чайник. В нем Дед Мороз заваривает эликсир для братьев-месяцев. Затем мы должны показать, каким образом получается стол. Для этого вот эти ножки мы вот так вниз опускаем, а вот эти части мы просто за них тянем в разные стороны. Вот так вот тянем и расправляем вниз. Каждый уголок вот так прогладили, и мы получаем вот такой стол, накрытый скатертью. Сюда братья-месяцы расположились, чтобы чай попить. Затем вот так сгибаем стол. У нас получается кресло. Из кресла мы делаем парусник. Для этого мы кресло до конца соединяем, складываем его пополам и проглаживаем вот эти части. Таким образом мы делаем парусник. Но в него не помещаются все сундуки с подарками. Поэтому мы из него делаем катамаран. Для этого мы поворачиваем вот эту нижнюю часть в противоположную сторону и соединяем. А сам парус у нас опускается вниз, и мы его вот так соединяем с другой стороны. Затем открываем вот тут наверху вот так катамаран. Вот у нас получается катамаран. Дальше. Из этого катамарана нам необходимо сделать волну. Мы внутри катамарана видим вот такой язычок. За этот язычок необходимо потянуть вверх. Вот волна получилась. И ее складываем. Загибаем сверху, слева, справа и еще раз сверху. Загнули один раз. Потом еще одна волна появляется. Для этого мы тоже вот смотрим в катамаране есть язычок с другой стороны. Мы вытаскиваем этот язычок и точно таким же образом складываем сверху, слева и справа. И затем еще раз сверху. Таким образом мы сделали сундук, в котором везли подарки от Деда Мороза. Затем мы саму форму расправляем вот так вот. И мы видим, что поднимаются с двух сторон части. За них мы беремся руками и растягиваем в разные стороны. Таким образом открылась коробочка. И говорим, что кто слушал, молодец, может денежку сюда положить. Это и будет концовка нашей сказки. Сегодня мы познакомились, как же можно рассказывать и складывать сказку из листа бумаги в технике оригами. А я вас поздравляю с наступающим Новым годом и жду вас на своих следующих мастер-классах. До встречи!